Мы продолжаем наши разговоры о перевесчиках в Закубане и Черноморскую линию на Кавказе в 19 веке. И вот сейчас будет такой очень необычный короткий выпуск с специфическим вопросом о бегстве казачьих в Закубане. Да, также имело место и бегство казачьих. Отдельные эпизоды прослеживаются по архивам, архивным делам Краснодарского края и Ставропольского краев. Этой теме также уделяется определенное внимание и нашей исторической науке. В частности, одно из таких дел это о предании военному суду казачку Бунину и адыга Тлохоха Хацотцева за побег в горы. Ситуация была следующей. Казачка Некрасовской станицы Проскофья Бунина совершила побег в горы, так как была унижена прелюбодейной связью с казаком Василием Щедровым. В побеге ей помог черкес Плох Хацотцев, житель мирного джангирейского аула, и казачка была выкуплена из плена за 300 рублей серебро. Эту казачку, конечно же, за нее ходатайствовали старики перед командованием, перед генералом Феликсоном. И российские власти приняли решение отдать ее на попечение старейшин Некрасовской станицы, стариков. В 1850 году произошла аналогичная семейная драма, о которой докладывал старшина Бамрик, который служил в кавказском линеем казачьим войскам. Он доносил о казачке Татьяне Вышняковой из станицы Тифлийской. Ныне это станица Тбилийская. Она вышла замуж за неслужилого, слабоумного и немого казака Степана Вышнякова. Партия, прямо скажем, не лучшая. На протяжении года семейной жизни она терпела обвинения со стороны матери и сестер ее мужа в постоянных супружеских изменах. 30 октября 1850 года свекровь, согласно показаниям Татьяны Вышняковой, рассердилась неизвестно на что и грозила вывести в общество для наказания. Казачка рассказала о своих дальнейших действиях. Убоясь этого и не чувствуя за собой никакой вины, отлучилась из дома с намерением укрыться где-нибудь дня на два, а после явиться опять домой, надеясь смягчить этим свой свой крон. Татьяна Вышнякова ушла в близлежащий лес. Ну а потом, когда наступил вечер, она испугалась того, что ее найдут и переправилась на левую сторону Кубани для ночлега, как она утверждает. Но, по всей видимости, у нее, возможно, были намерения переправиться и дальше, вглубь за Кубани. Но в сумерках ее обнаружили два вооруженных всадника. Казачка была взята в плен и доставлена в мирный аул, расположенный напротив станицы Казанской. На следующий день утром Беглянку доставили укрепление Темиргольское. Ну и, в общем, началось следствие по этому вопросу. Взяли показания у свекрови Татьяны Аксинии Вышняковой. Она отрицала все обвинения невестки. Также отрицали обвинения и дочери. Аксинии, Проскофья и Агафья. В научной ставке Татьяна заявила, что свекровь била ее по щекам и угрожала вести станичное общество для наказания. Аксиния Вышнякова отрицала слова невестки. При этом свекровь заметила, что в одной из ночей после крика Степана она увидела соскочившего из кровати и выбежавшего в сене неизвестного человека. Аксиния Вышнякова предостерегла снаху на будущее время от подобных неприличных поступков. Но соседи, а мы понимаем, что тогда была община, мнение односельчан было очень важно, соседи встали на сторону свекрови Аксинии Вышняковой и станичное командование приговорило Татьяну к наказанию. Ее приговорили к 120 ударам розгами и вернули в сене. Нередко перебежчики, в том числе и казачки, они обворовывали своих односельчан. Например, 27 апреля 1854 года казачка станицы Круглолесской, Дарья Твердохлебова, была помещена в Ставропольскую тюрьму на три года за то, что совершила побег горцам вместе с казаком Трофимом Шелкоплясовым. Затем ее вернули и это не помешало ей выйти замуж за казака станицы Александровской, Александровской Матвея Потапова, который взял ее замуж и направлял запрос в Ставрополь для того, чтобы ей выдали документы для этого бракосочетания и официальной регистрации брака. Еще одна интересная история произошла 17 марта 1853 года, о которой доносил командир 2-й бригады Кавказского линейного казачьего войска полковник Войцицкий, также неоднократно нами упоминаемый. Он сообщил наказному атаману генерал-майору Эристову об обстоятельствах побега к непокорным горцам казачки Владимирской станицы Марфы Калузановой. На допросе казачка заявила, что отправилась в лес за дровами, но муж позднее сказал, что никуда он ее не отправлял. То есть она сама пошла в лес зачем-то. В лесу Марфу обнаружил российский лазутчик узбек Киязов. По всей видимости он был нагайцем. Казачка попросила нагайца, чтобы он доставил ее в партию непокорных горцев, которая в тот момент проходила мимо станицы Владимирской. То есть она вот искала горцев. Однако Киязов привез Марфу Калузанову в расположение российского отряда. В военном лагере беглая казачка обвинила лазутчика и штабс-капитана Ставропольского егерского полка Руднева в прелюбодеянии, потому что они ее домогались. Однако местные власти не поверили словам Марфы Калузановой. Казачку вернули обратно в станицу Владимирскую под присмотр мужа местных властей. Таким образом, в первой половине XIX века имели место отдельные эпизоды бегства казачек горцам. Чаще всего это было связано со случаями девиантного сексуального поведения. И так как это очень поведение, оно очень сильно регламентировалось, часто женщины обвиненные в этом, опозоренные, они не видели себя в рамках станичного общества и вынуждены были бежать в том числе и к немирным городам. От общества. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...